Новогодняя афиша. Совсем скоро мы встретим новый 2022 год. Впереди большие новогодние каникулы. Дом культуры поселка Искателей «Созвездие» и Дворец культуры Арктика подготовили для жителей региона программу праздничных мероприятий. В Доме культуры поселка Искателей череда новогодних мероприятий началась с конкурса «Снегурочек ручной работы». При входе в учреждение гостей встречают более 300 снежных красавиц. Мы предлагали нашим участникам пафтазировать на тему образа «Снегурочки», предложили им три номинации – «Арт-снегурочка», «Эко-снегурочка» и «Снегурочка-елочная подделка». Главное праздничное событие, безусловно, это гуляние у главной елки поселка в новогоднюю ночь. Мы подготовили обширную праздничную программу с очень интересным сюжетом, с любимыми новогодними хитами, которые исполнят наши артисты. Сюжет очень интересный. Мы сейчас живем в современном мире, в 2022 году. Вот и Деду Морозу нашему предлагают обновиться и заменить свой посох старый на новую умную колонку «Морозка». Посмотрим, что из этого выйдет 1 января в час ночи. На протяжении всех выходных дней жителям поселка Искателей также не придется скучать. Каждому найдется занятие по душе в период новогодних каникул. Мы поздравляем всех девчонок и мальчишек с любимыми новогодними каникулами. И, конечно, в новогодние веселые каникулы скучать нельзя. Поэтому приглашаем всех 4 и 6 января в 13 и 15 часов на новогоднее представление клуба «Созвездие поселка Искателей». Удивительное приключение Снегурочки и Ивана Дурака с захватывающим сюжетом гарантирует интересно и весело встретить Новый год. Дворец культуры Арктика также приглашает жителей и гостей Наринмара провести новогоднюю ночь вместе у главной елки города. 1 января в час ночи мы выйдем перед зрителями на сцену на площади Мараций. Программа будет называться «С Новым годом Наринмар». И, как всегда, зрителей ждут шоу-программа небольшая и выступления творческих коллективов. Ну и, конечно, интерактив. Во время новогодних каникул в городе также пройдет много мероприятий для наринмарцев всех возрастов. Мини-диско, который у нас состоится 3 января, также на площади Мараций в 12 часов. То есть маленьких зрителей будет ждать тоже небольшая шоу-программа, ростовые куклы, игры, хороводы. Ну, все, что мы так любим в Новый год. С 3 по 5 января состоится дебют творческого коллектива «Маленькая страна». Кукольный театр представит сказку о трех поросятах. Перед спектаклем для самых маленьких зрителей будет играть ансамбль скрипачей «Шоколад». 4 и 5 января запланированы мастер-классы в выставочном зале по изготовлению новогодней игрушки. Они называются «Подарок для елочки». Попасть туда можно будет детям и взрослым, но детям от 7 лет. То есть нужно будет изготовить новогодний шарик. И билеты также продаются в кассах Дворца культуры. И на новогодний, на кукольный театр, и на мастер-класс можно будет уже приобретать. 5 января в 15 часов состоится отчетный концерт танцевального коллектива «Шоу Тайм». Коллектив отметил 10-летний юбилей. А 8 января в 16.00 на отчетном концерте на главной сцене Дворца культуры отпразднует свое 25-летие коллектив «Травушка». Катерина Тайбрея, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Катерина Тайбрея, Владислав Носкин, Телеканал «Север».